Мы, люди, нередко попадаем в ситуации, становясь подобно личинкам бабочек, находящимся в коконе и связанным по рукам и ногам различного рода обстоятельствами нитями. Есть что-то, не дающее покоя мира нашим сердцам. Как можно избавиться от этих пут? Как научиться управлять своей жизнью? Если бы не эти обстоятельства, можно было бы преуспеть в любой сфере человеческой деятельности, быть сильным, смелым, здоровым, свободным от комплексов и вредных привычек. Это ли не путь гармоничной счастливой жизни? Как можно из гусеницы превратиться в прекрасную свободную бабочку? Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада новой встрече с вами. В прошлый раз мы говорили о том, каким образом человек может быть счастливым. И закончили мы мыслью, что с счастьем нужно бороться. И счастье не приходит к нам просто так. Нужно предлагать какие-то усилия, что-то нужно делать для того, чтобы быть счастливым. Сегодняшняя тема нашего разговора — это контроль над обстоятельствами. Можно ли обстоятельства контролировать? И вообще, как быть, если обстоятельства складываются против меня? Что делать, если я опаздываю на работу, а маршрутка проехала, не оставившись? Что делать, если действительно весь день у меня идет к вырком? Как быть? Давайте подумаем, что нужно делать в таком случае. Мне хочется рассказать вам одну притчу. Однажды одна женщина постоянно-постоянно была в плохом настроении. Почему? У нее было два сына. Один сын делал зонтики от дождя, а другой сын красил ткань. Ему нужна была солнечная погода, потому что он красил ткани вручную. И поэтому каждый день бедная женщина плакала. Если шел дождь, она переживала за семью сына, который красил ткань, которому нужна была солнечная погода, потому что это было единственное средство к существованию. Когда же светило солнышко, она оплакивала от сына, который не мог продать зонтики от дождя. Кому нужны зонтики в солнечную погоду? И так она целыми днями плакала. Она плакала, плакала и плакала, она страдала. Она уже почти все глаза свои выплакала от слез. Мимо нее проходил один мудрец. Он остановился и говорит, и женщина, ну почему ты постоянно плачешь? Как я не пройду мимо твоего двора, ты все время плачешь и плачешь? Она говорит, ну как же мне не плакать? Если сегодня идет дождь, и мой сын, который красит ткань, он не может делать ничего, потому что ему нужно солнышко. А вчера светило солнышко, и мой сын, который делает зонтики от дождя, не продал ни одного зонта. Его семья страдает, потому что им не за что, мы бы даже хлеба купить. Мудрец улыбнулся и сказал, милая женщина, сегодня светит солнышко, и ты радуйся тому, что твой сын, который красит ткань, он может сегодня это делать, и может продать эту ткань, и его семья не будет нуждаться. А вот если завтра будет идти дождь, ты радуйся тому, что твой сын, который делает зонтики от дождя, он будет в прибыли. С этого времени женщина постоянно радовалась, она постоянно улыбалась, хотя по-прежнему то светило солнышко, то лело дождь. В чем проблема? И что изменилось? Ничего не изменилось. Изменилось отношение женщины к погоде. Изменилось отношение женщины к тем обстоятельствам, которые ее окружали. Стараюсь контролировать ситуацию или избегать тех, которых невозможно контролировать. Сам свои силы подключаешь, начинаешь думать и решать, как и что в данной ситуации нужно лучше сделать. Ну, бывают обстоятельства, когда на работе неприятности или дома, и вот все против тебя, и в этот момент ты остаешься один. Жили, да и жили, как жили, так жили. Все было. Плохое и хорошее было. Все. В основном трудно было с квартирой. Много лет на частной квартире жила. Ну, потом дали квартиру, все вроде наладилось лучше. Все. Отвечать, так одним словом, это не получается. Это надо, ну, как сказать, некоторые вопросы сами себе решаются. Некоторые вопросы там, ну, как, надо же усилия приложить, чтобы решиться. А есть такие вопросы, которые что-то не делали, если не суждено решиться, он не решится. Как-то все идет, как сказать, ну, в одно русло, и иногда бывают такие ситуации, что просто человек ничего не может делать. Вот так, ну, как-то так. Так все, это очень трудный вопрос. Очень часто мы действительно не можем ничего сделать с нашими обстоятельствами. Мы можем только изменить наши отношения к ним. Например, если я опаздываю на работу, и не стоялась маршрутка, или же остается трамвай, в котором я еду, я не могу изменить это обстоятельство. Если я буду сердиться, возмущаться, портить настроение себе и другим, от этого ничего не изменится. Нет, не изменится. Изменится мое внутреннее состояние и мое здоровье. Если же я постараюсь изменить свое отношение к этим обстоятельствам, постараюсь найти выход. Либо, может быть, пойду на другую остановку. Либо, может быть, даже остановлю такси для того, чтобы меня поздать на работу. Но все равно буду делать какое-то действие, которое поможет мне противостоять этим обстоятельствам. Когда человек унывает, он не может действовать. Когда мы унываем, у нас все валится из рук. Мы плохо тогда думаем. Мы не можем найти правильное решение. Когда же человек противостоит обстоятельствам, он может найти правильный выход. Он может действовать. Он может активно что-то делать. Удивительное открытие сделал доктор Гринвальд в 1984 году. Он врач-психиатр. Он говорил, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных людей, опрошенных мной, испытало за свою жизнь душевные муки, горькие разочарования и поражения, поразительно схожие с теми же переживаниями, которые обременяли моих пациентов. Подавляющее большинство жизнерадостных, довольных людей, опрошенных мной, испытало за свою жизнь то же самое, что испытали и мои пациенты. Все счастливые люди, которых я опрашивал, решили просто не быть жертвами обстоятельств, а быть счастливыми. Чаще всего решение принималось в лет за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. После два неприведших к смерти к катастрофе, мучительного развода и тому подобное. Именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. И то, что это возможно, я знаю не только по рассказам, не только из научных источников, не то, что это действительно так нужно делать. То же самое пережила в своей жизни. Так уж получилось, что мне пришлось похоронить и сына, внезапно похоронить мужа, когда ему было всего 56 лет. И много всевозможных неприятных обстоятельств было в моей жизни. Если мы опускаем руки и поддаемся обстоятельствам, мы ничего не можем сделать. Если мы боремся, если мы выбираем и хотим быть счастливыми, противостоим обстоятельствам и понимаем, что в каждом обстоятельстве можно найти что-то положительное, мы тогда становимся выше, обогащены этим жизненным опытом и можем поделиться этим опытом с другими. Ну, страх был определенный, сомнения. Потом все на место становилось. Иногда надо потрудиться, побегать. Нет, только сам. В своей ситуации только поможешь себе сам. Там другие говорят что-то как-то, но сам только решишь для себя сам. Контролировать ситуацию надо, чтобы в курсе быть всех дел, который не справлялся. То есть, таких ситуаций, я думаю, у меня не было. Я совсем все справлялся, все нормально было в жизни. Близкие, только близкие люди. Только они. Сила воли. Сила воли и трезвое понимание ситуации. Все, можно выжить. Ну, человек так устроен, либо бежать, либо обороняться. Так что тут будет все зависеть от обстоятельств. Либо убегать, либо наоборот драться. Так что, смотря, что это будет. Ну, я хочу сказать, пусть Бог лучше милует нас очень тяжелых ситуаций. Ну, где оптимизм черпаешь из жизненного опыта, из, как говорится, из прожитых лет. Ну, тяжелых таких ситуаций, как бы, не знаю. Были уже, но это все позади. Почему же все-таки люди не унывают? Доктор Гринвальд сказал, Вновь и вновь я приходил к выводу, что эти люди воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что лично сами несут ответственность за свое счастье. Рассказывают о том, что двое монахов подошли к берегу реки. Река была очень бурная, большими порогами, торчащими камнями. На берегу реки сидела грузная женщина. И она их попросила. Пожалуйста, я вас очень прошу, перенесите меня через реку, потому что мне сложно будет как-то переправиться. Мне трудно, я боюсь, что я упаду, и меня унесет вода. Монахи подхватили эту женщину. И осторожно стали переносить ее через воду. Опустили ее на следующем берегу и разошлись в разные стороны. И вот идут два монаха по дороге, и один постоянно стонет. «Ой, как эта женщина мне намяла бока! Ой, она так придавила мою руку! Ой, как мне тяжело было ее нести!» Второй монах шел спокойно и молчал, и выслушивал стенание своего товарища. Через некоторое время все жалующийся монах говорит, «Слушай, да в конце концов, неужели только мне было тяжело? А тебе не было тяжело? Неужели она тебе ничего не надавила? Неужели тебе даже совсем не было больно?» Второй монах молча сказал, «Да, мне было тяжело и мне было больно. Но все дело в том, что я оставила женщину там, на переправе, а ты ее несешь до сих пор». В том-то и дело, что очень часто все эти тяжелые обстоятельства, они причиняют нам боль и переживания, потому что мы их продолжаем нести даже тогда, когда этого не нужно делать. Мы носимся с нашими проблемами даже тогда, когда их просто нужно отложить в сторону и разрешить, чтобы что-то хорошее появилось в нашей жизни. Со временем. Со временем все проходит. Время все лечит. «Просто тогда быть по жизни целеустремленным, энергичным человеком, может быть, как-то готовить себя к чему-то или продумывать какие-то моменты. Так что это внутренние качества человека, только они помогут в трудной ситуации». «Не могу сказать, как, потому что сил нет. Ну, наверное, что-то есть по-любому. Там он есть кто-то. Наверное, он помогает когда-то, когда очень тяжело. Ну, а так, в принципе, ничего не могу сказать». «Ой, не дай бог, не надо. Всего доброго, чтобы им люди помогали. И самое лучшее, самое лучшее. Трудная ситуация, по-моему, для всех это большое горе». «Ну, первым надо быть настолько все продумать, все вот именно, каждую ситуацию не, как это, не взрывчатость проявить, а именно продумать, оценить, плюсы-минусы поставить. А потом уже трезво пойти этим понятием. Если нет, то прислушаться к мнению других людей. И все, можно выжить». Один мудрый человек сказал, «Идя по дороге, веди счет цветам, а не рытвенам. Обращай внимание на радугу, а не на завалы из камней. Вспоминай о том, сколько путей уже пройдено, а не на ту грязь, которой пришлось вымазаться». И очень важно, чтобы мы эти простые истины помнили и не только сейчас, во время передачи, а чтобы на протяжении каждого дня мы вспоминали, что есть какие-то вещи, к которым мы должны изменить наши отношения. Есть какие-то вещи, которые бесполезно, из-за них страдать, переживать, мучиться, потому что мы все равно не можем ничего сделать. Ну, к примеру, скажем так, «Содержали пенсию или задержали зарплату, это прискорбно, это плохо, это проблема, это тяжелое обстоятельство. Ну, что я могу сделать конкретно сейчас? Если я буду постоянно переживать, страдать, мучиться, если я буду плакать по ночам, что от этого изменится? Денег у меня в кошельке не прибавится. И пенсию мне дадут тогда, когда решили это дать, и зарплату точно так же выдадут. Если же я понимаю, что это такое обстоятельство, которое я просто не могу изменить, но я изменяю мое отношение к этому обстоятельству, я думаю, да, деньги, может быть, у меня и закончились. Но я думаю, что, может быть, действительно, что-то можно сделать. Может быть, где-то подскрести по каким-то своим там местам, может быть, найти какие-то продукты, которые можно использовать, где-то, может быть, с каких-то заготовок. Может быть, что-то можно сделать, может быть, что-то можно продать. Но другими словами, я могу активно как-то отнестись к этому обстоятельству и что-то изменить в своей жизни, а не просто страдать и ждать, что будет дальше. От моего страдания, от переживания, ничего не изменится в моей жизни. Только я ухудшу свое личное состояние. Очень важно помнить, что есть такие вещи, которым мы должны поменять свое отношение и находить хоть что-то приятное в этом обстоятельстве. Активно отнестись к проблеме и подумать, как ее можно решить. Если же я не могу ее решить, попытаться просто оставаться спокойным и находить какой-то выход, потому что нет безвыходных ситуаций. В таких случаях я стараюсь себя взять в руки, быть смелым, чтобы всегда и везде помочь другим в таких ситуациях, чтобы они тоже меньше переносили таких ситуаций. У меня были в жизни, конечно, трудные ситуации. Я, в общем-то, с помощью своих каких-то внутренних качеств, с помощью друзей, родных, я их преодолевал. Не знаю, трудиться. Трудиться. Все, больше ничего. Ну, если тяжелая утрата, то, наверное, помогает возможность переключиться на что-то. Люди некоторые уходят в работу или ищут... Ну, это, наверное, один из лучших вариантов. Сохранить добрую память. А так, конечно, помогают близкие друзья, которые поддержат трудную минуту. Наверное, благодаря им можно преодолеть. Однажды, в жарких странах, колодец упал осел. Колодец был глубокий. Он был без воды, но все равно был настолько узкий, что хозяин старался вытащить этого осла из колодца, но у него ничего не получалось. Очень жалился хозяин над ослом. Ему было очень жалко. И он решил тогда его просто засыпать песком. Высыпал он два ведра песка на осла. Осел повел плечами. Песок сыпался. И на два ведра песка осел стал выше. Следующие два ведра. Осел еще поднялся. Еще два ведра. Он еще стал выше. И, наконец, над осьем колодца показались уши осла. Хозяин, когда это увидел, он вытащил осла из колодца, и осел был спасен. Дорогие друзья, если бы осел спокойно стоял и ждал, как на него сыпется песок, то, конечно, бы хозяин бы его засыпал. Но осел что-то делал. Он повел плечами, он сыпал в себя этот песок и становился каждый раз выше на то количество песка, которое сыпалось ему под ноги. вот точно так же в нашей жизни. Либо обстоятельства нас ломают, либо мы берем верх над обстоятельствами, становимся выше, становимся сильнее, мощнее. Точно так же, как спортсмены наращивают мускулы, когда преодолевают какие-то трудности, какие-то сложности. Точно так же и мы в нашей жизни мы становимся мощнее и сильнее, если преодолеваем сложности нашего бытия. Каждый может в жизни быть героем, а сложится трудная ситуация, он может струсить и наоборот, казалось бы, хрупкие, нежные создания девушка, она может наоборот повести себя как герой. Так что ситуация-ситуация рознь, кто знает, кто как отреагирует. Честно сказать, жертвы нет, у меня не тот характер. Это вот когда слабые люди, они падают и потом очень жестко поднимаются. Нет, более-менее сильный человек. Вообще, как сказать, любой человек, жертвы не должен почувствовать себя, потому что в боеположении должен бороться. Должен бороться и должен, ну, руки не надо опускаться. Я вот из своего опыта, да, всегда так, что руки наоборот. Несколько лет тому назад я была на конгрессе в Украине. Ко мне подошла моложавая женщина, которая выглядела намного меня моложе. Она меня спросила, Людочка, а ты меня помнишь? Я стала напрягать свою память. Ну, вот как-то из людей, живших в Украине, из моих знакомых, которые бы были у меня моложе, ну, как-то вот с этим лицом у меня ничего не состыковывалось. Наконец, она называла себя, я в полном смысле слова потеряла даже речи, потому что, когда я была на ее свадьбе, у нее было всего-навсего 6 лет. Так вот, по крайней мере, эта женщина не моложе меня, а она, ну, по меньшей мере, лет на 12-13 меня старше. Но выглядела она просто великолепно. Кроме того, я знала, что в недавнем прошлом эта женщина сначала в одночасье потеряла свою маму, замечательную женщину. Спустя немногим больше полугода она погиб от удара молнии, ее любимый младший брат. Не прошло еще полгода, погибает в этой кастрове ее сын. И потом, через некоторое время, уходит муж. Эта женщина остается одна в этом своем горе, в своем несчастье. Но эти страшные обстоятельства не сломили ее. Она стала выше, она стала настолько богата духовно, было такое ощущение, что эта женщина светилась. Я наблюдала за ней во все эти три дня Конгресса, рядом с ней постоянно кто-то находился. Кто-то ее о чем-то спрашивал, кто-то плакал у нее на плече, она кого-то утешала. Кому-то она улыбалась, кому-то что-то она, смеясь, рассказывала. Кого-то она просто слушала. Постоянно вокруг нее кто-то был, потому что рядом с ней находиться было одно удовольствие. Это несмотря на то, что человек пережил такую трагедию в своей жизни. Обстоятельства либо нас ломают, либо мы становимся сильнее. Это очень важно. Я специально привела вам пример вот именно такой крайней, очень тяжелой трагедии, которая произошла в жизни женщины, которая не сломила ее. А что же тогда говорить о проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день? Да, которые нам мешают в жизни. Но если мы сможем их преодолеть, если мы сможем изменить наши отношения к этим проблемам, то мы станем выше, станем сильнее. Ножизненный опыт станет богаче. Мы сможем понимать окружающих людей. Мы сможем сами быть более счастливыми, более уравновешенными. И помогая другим людям, станем сами более сильными и более счастливыми. Очень важно помнить об этом. Помнить о том, что смысл нашей жизни, помогая другому, мы помогаем себе сами. Важно помнить об этом. Потому что, когда мы делаем что-то хорошее для других, когда мы берем верх над обстоятельствами, мы обогащаемся и потом этим опытом можем поделиться с другими. Даже помогаешь, ну а дача по-любому приходит. Например, знакомые, там, не знаю. Ну я, да, однокурсники помогаешь, они, конечно, само собой тебе помогут. В любых ситуациях я могу дать помощь своему, тому же близкому, тому же хоть дальнему другу. Все равно, он же друг же, как-никак. Ну, если тяжелая утрата, то, наверное, помогает возможность переключиться на что-то. Люди некоторые уходят в работу или ищут. Ну это, наверное, один из лучших вариантов. Сохранить добрую память. А так, конечно, помогают близкие, друзья, которые поддержат трудную минуту. Наверное, благодаря им можно преодолеть. Поэтому взаимовыручка всегда помогает. Высоко в горах находится монастырь. Там зона очень большого холода. И в этот монастырь, чтобы попасть, нужно попасть только лишь до захода солнца. Если в этот монастырь приходишь позже, можешь просто туда не попасть. Двое путников шли по дорожке. Солнце уже катилось к западу. И очень сильно спешили. Вдруг они увидели человека, который сидел. Он спал. Скорее всего, что он уже замерзал. Один путник говорит, давай поможем этому человеку. Он замерзнет, если мы здесь его оставим. А другой говорит, ты что? Ты посмотри, солнышко уже катится к западу. И мы не успеем прийти в монастырь. И мы все втрое замерзнем. Первый путник говорит, ты делай как хочешь. Я не могу оставить этого человека здесь. И они, в общем-то, разошлись. Второй путник быстренько зашагал в сторону монастыря. А первый путник начал приводить чувства замерзающего человека. Он растирал ему щеки снегом. Он растирал его руки. Но все было результатно. Человек не просыпался. Тогда, недолго думая, путник свалил замерзающего человека себе на спину и пошел. Через некоторое время почувствовал, что человек начал шевелиться у него на спине. Путнику ему стало очень жарко. Он даже не заметил, что солнышко скрылось. Стало темнеть, но ему все равно было жарко. Стало совсем темно. Мороз скрыпчал, но он не замерзал. Подойдя к воротам монастыря, он на что-то спотнулся. Когда пригляделся, он увидел своего замерзшего товарища. Человек, который спешил, не желая помочь другому, замерз. А путник, который помог другому человеку, спас жизнь замерзающему человеку и сам не замерз. Помогая другому человеку, мы помогаем себе. Преодолевая обстоятельства и меняя к ним свои отношения, мы помогаем в первую очередь себе. Я помогла, и мне помогли в ответ. Ну как, это нельзя так объяснить словами. Бывает так, что человеку там поможешь или что, ну а потом и тебе как бы в ответ смотришь и радуешься тому, что помог другому человеку и все. Помогать друг другу однозначно нужно. Нужно. По-любому нужно. Всем удачи желаю. Есть реальные, даже те же самые люди, которые вот бедные ходят, вот когда просят, многие осуждают. Лучше помочь, потому что бывает такая ситуация, когда ты еще в таком же состоянии, только что не бомж. А тебе помогают так же. Говорится, делай добро, ну как бы делай добро, положи на камень и уходи. Когда-нибудь обязательно ты встретишься с этим, обязательно. Надо помогать, чтобы тебе помогали. Обычно говорят, как вот хочешь, чтобы к тобой относились, ты тоже должен так относиться. Хорошее будешь говорить, услышишь хорошее, будешь плохое говорить. Обязательно. Надо помогать друг другу всегда, в любом случае. Ну по мере возможностей. Сделаешь добро, и тебе трижды оно вернется. Это вообще на каждом шагу, каждодневно можно сказать. И результат вот я ощутимо на себе все время чувствую, что это помогает в жизни реально, честно, честно. Очень часто мне в жизни помогала молитва оптинских старцев. Господи, дай мне душевный мир и покой принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличать одно от другого. Чего и вам я желаю. Пусть на последующие дни вы сможете найти в себе мужество изменить то, что вы сможете изменить. И очень хотелось бы, чтобы вы оставались спокойными тогда, когда будут те обстоятельства, которые невозможно изменить. Но чтобы вы имели мудрость знать, что можно сделать для того, чтобы выйти из каждой сложившейся ситуации. Я желаю вам счастья. Будьте счастливы. Всего вам самого доброго. На следующей нашей встрече мы с вами поговорим о том, что же это такое позитивное мышление. Редактор субтитров А.Семкин